Графические дизайнеры, ведущие художники, хульяновские школьники вновь доказывают, зарабатывать с 14 можно. Молодые бизнесмены презентовали свои стартапы в Москве на международной выставке «Россия». Удивить есть чем. Десятиклассница Надежда из Мариинской гимназии делает корзины и подставки из джута, которые отлично вписываются в интерьер. Ребята из 15-й школы предлагают сыграть в настольную краеведческую игру «Симбер Тур». В ней предстоит участникам попробовать на себя роль писателей и собрать, и сделать собственное произведение. Им следует собрать необходимые очки вдохновения. Карта представляет собой Симбирск того времени. В нем будут различные события, даже викторины вопроса. Одиннадцатиклассник Илья вместе с командой делают подносы, подставки и светильники из дерева. Идею для бизнеса искать не пришлось. Парень с детства занимается деревообработкой вместе с дедушкой. Распространяем мы, во-первых, по сарафанному радио, по телеграмму. Также сейчас я оформил у себя самозанятость и совсем скоро выйдем на озон. Проект Ильи стал победителем другого, ставшего популярным проекта Лига школьного предпринимательства. Дополнительные тематические занятия проводят практически во всех школах региона. Причем это не только уроки, но и встречи с опытными бизнесменами, деловые игры и смены. Ребята учатся делать бизнес, просчитывать риски, анализировать аудиторию, а главное, определяются с будущей профессией. Данный проект позволил ребятам реализовать себя, создать бизнес и реально получили стартапы. Ребята используют современные инструменты маркетинга. Это интернет-реклама, это маркетинг в социальных сетях, также проверенное временем сарафанное радио. Есть определенный успех, огромное количество подписчиков уже, созданы свои группы в разных социальных сетях. Это и ВК, это и Телеграм. Лига школьного предпринимательства – первый и единственный подобный проект, который запущен в стране в формате школьной внеурочной деятельности. Реализует его по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Если взять 20-й год, то 11 тысяч ульяновских школьников прошли этот курс. В целом, основу предпринимательской деятельности уже изучили более чем 120 тысяч ульяновских школьников. 263 школы ведут преподавание. Это не обязательный курс, но попадается в формате внеурочной деятельности. Большинство ребят, целых 80%, записываются и проходят. Проекты ульяновских школьников оценили представители Федерального министерства экономики и опоры России. Также на площадке выставки глава региона обсудил развитие деловой среды ульяновской области с первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым. Анна Тищенко, Улправда, ТВ